Резкие перепады погоды опасны и для пчел. Многие из них стали размножаться раньше обычного в декабре, когда температура была непривычно теплой для зимы. И сейчас, когда ударили морозы, может погибнуть не только молодняк, но и вся пчелиная семья. Глава Ассоциации пчеловодов советует проверить ульи, если есть расплод, добавить корма, чтобы у пчел была энергия для выработки тепла. Ион Максим – пчеловод со стажем и председатель Национальной ассоциации в этой отрасли. За долгие годы получил опыт работы с пчелами в самых разных погодных условиях. Говорит, что сейчас, в первую очередь, нужно следить за тем, чтобы на крышке улья и при летной планке не было снега. Говорит, что улья не слетела крышка улья. При нынешних температурах, вне улья, пчелы сразу погибнут. А еще неделю назад в Молдове была погода вполне годная для того, чтобы пчелы начали размножаться. С наступлением морозов возникает риск. Взрослые пытаются согреть молодняк и отказываются от перемещения гнезда внутри улья. В итоге весь мед вблизи гнезда пчелы съедают, а остальные запасы корма в улье для них становятся недоступными. Албина, если в начале крышки улья, в районе улья формы улья формы гем, который стремится температурой 34-35 градусов. И, имея среди среди гнезда пчелы, она может не остаться, чтобы улья не помочь. Спасти семью от голода можно специальной пчелиной подкормкой. Она называется «канди». Опытные пчеловоды при проверке улья сразу понимают, что в гнезде появился молодняк. Один из признаков – гнездо не перемещается по улью. Обычно зимой, когда пчелы съедают весь мед в одном месте, перемещаются дальше по рамке, туда, где еще есть пища. Гемът был разрушен из-за крышки и есть agитация. Не забываем, что грана находится выше, а крышка находится вверху, и крышка находится вверху. В этот период, крышка должна быть в половине рамки. Обогревать улья в это время специалисты не советуют. Говорят, это нужно делать ближе к весне, когда пчелы начинают активную жизнь. В Молдове 8 тысяч пчеловодов содержат 250 тысяч пчелинных семей. В Ассоциации пчеловодов говорят, что отрасль активно развивается. На экспорт сейчас уходит не меньше 3 тысяч тонн меда в год. Это в 10 раз больше, чем в начале 2000-х.